Конкурс начинающих дизайнеров «Русский силуэт» известен в нашей стране еще с тех времен, когда отечественных дизайнеров можно было пересчитать по пальцам одной руки. Одноименный проект фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт» открывает имена молодых модельеров с 99-го года. Этим летом после долгого перерыва региональный отборочный тур состоялся и в Челябинске. Конкурс «Русский силуэт» предназначен именно для творческого поиска. Здесь приветствуется всегда изобилие необычных форм, фактур, силуэтов. Именно непромышленный подход поддерживается, а такой творческий поисковый. Не в достаточном мере обращается внимание именно на технологию пошивок, как на образ. В первую очередь это опыт. Это возможность видеть себя со стороны и возможность получить какую-то компетентную оценку. И все наши российские дизайнеры, которые имеют какой-то вес и продаются в Европе или на арабском рынке, они прошли в первую очередь через «Русский силуэт». Молодой дизайнер Арина Диулина представила на конкурсе сразу две свои коллекции. Источником вдохновения ее творчества послужили социальные и культурные события новейшей истории. Зарождение авангарда, затем эта культура и интерпретация моды в эпоху перестройки в СССР. То, как люди пытались красиво одеваться, модно, ориентировались на Запад, но создавали что-то свое, какой-то совершенно новый продукт. И это явление метамодернизма, это современная культурная концепция, это то, что приходит сейчас. В России еще пока об этом не говорят. В Европе это уже установленная культурная концепция, которая пошла после постмодернизма. Коллекция «Арины. Мой белый день» покорила жюри своей многофактурностью, многослойностью и умелой современной интерпретацией моды прошлых десятилетий. Популярны ткани с металлическим блеском. У меня опуховики были из ткани с таким деликатным перламутровым металлическим блеском. И текотаж с метанитью. Также популярны различные натуральные фактуры. И вот сочетание натурального и искусственного, можно сказать, это будет в течение нескольких сезонов, так как существуют две такие глобальные тенденции. Это возвращение к корням и при этом ориентация на современные технологии, как лазерная печать и там различные электроды в ткани. В нашей стране в сфере дизайна одежды пробуют себя люди, не имеющие специального образования. Некоторые из них даже добиваются успехов. Но все же дизайнеры-самородки менее конкурентно способны в сравнении с их дипломированными коллегами. Обязательно дизайнер должен разбираться в конструировании, в технологии, в конфекционировании, анализировать различные тенденции. И этому очень сложно научиться самому. Возможно, но ВУЗ дает полноценную подготовку комплексную. Поэтому профильное образование обязательно. Идея создавать одежду сегодня настолько популярна, что некоторые люди осваивают швейное дело во взрослом возрасте для себя в качестве хобби. Лучшие выпускники курсов представили свои работы на любительском конкурсе «Хрустальный наперсток». Становится популярным обучаться искусству швейного ремесла. Поддерживается идея шитья для своей семьи, для своих детей, мужа и так далее. В конкурсе «Хрустальный наперсток» оценивается больше не дизайнерская идея, а чистота изготовления пошивой изделий. Но вернемся к русскому силуэту. Всероссийский финал конкурса состоится в октябре в Москве. Челябинск будет представлять Арина Диулина. У нее, по мнению профессионалов, есть все шансы стать лучшей и на высшем уровне. Желаем удачи и ждем результатов!